Ну, в общем, ты 4 дня, насколько я знаю, последних не спал, потому что ты занимался фильмом по папе, поэтому тебе это очень грех жаловаться. Я просто поражался твоему здоровью, твоей выносливости, которой никак не спишь на возраст. Помимо того, что я занимаюсь музыкой, я до этого еще долго работал фривансером-дизайнером, и почему-то у меня сложилась вокруг меня такая ситуация, что мне всегда звонили вот уже как последний шанс, когда все остальное точно уже не случилось. То есть все сроки ушли, смотрят мне, Сань, я выпиваю друзьями наркотики, опять же, не будем забывать про наркотики, я считаю, что в этом интервью надо подтвердить все эти слухи обязательно. И, ну, не суть, и мне говорят, надо, завтра оформление альбома выходит, печать, все, потом уезжаем в тур с ним, и, ну, горим, все. Я всех выпроваживаю, завариваю себе такой очень крепкий чай, который ваша сжога начинается. Ну, я же говорю наркотики. Вот, да, ты ин. Да, да. И, да, и сажусь и за ночь делаю оформление альбома, поэтому оврал четырехдневный, там, с точки зрения продакшена фильма, меня совершенно не напугало. Я, ну, техника меня не пугает, значит, надо делать... Что это по деньгам, кстати? Сколько вот можно заработать на оформление? На оформление альбома? На самом деле на оформление альбома для музыкантов, для питерских, нельзя заработать ничего. Нет, ну, ты же не из благотворительности это делаешь? Ну, нет, труд, который как-то оплачивается. Это как раз всякая скучная такая штука. Буклеты, листовки, какие-то сайты о, там, производстве станков. А оформление альбомов, там, ну, типа, обычно по схеме, сколько дашь, вот так вот. Вот так. Но ты при этом подписываешься, Александр Цой? Ну, у меня, нет, у меня была попытка, была там, некого бренда, но она не случилась, а по большому счету никогда... Ну, просто работы там говорят сами за себя. Где-то они лежали у меня на каком-нибудь Девиантарте или Фликре, и исключительно сами работы привлекали ко мне внимание. То есть там фамилию я тоже не использовал, в смысле, ни в какой момент. Обвинение в спекуляции, это такое больное место у меня несколько. А какие еще больные места у Александра Цой? Да, черт его знает, какие еще больные места. Да вот это, вот это главное, наверное, как-то у меня так в детстве там...